господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша номер восемьсот семьдесят пять события дня 3 книга царств 14 6 я грозный посланник к тебе за 9 мая 2018 года вот эта переписка одна оформлена в красном здесь можете зарядить и посмотреть там 9 роликов переписка за год наверное большая очень полезно там беседы вот вчера написал один даже фамилию не выставляю зная недуги сильно нападают на всех но безумие заходят ко мне находят то и теперь искать не надо знает и сразу его завалили всякая мерзость улгут беспробудно врут то есть а сатанелость по-другому не назовешь считают себя верующими и главное нападать не сектанты не мусульмане а те которые себя позиционируют как православные а православие это ведь не в этом заключается православие это взгляд через слово божие на весь этот мир а слово божие понимается как святые отцы истолковали а святые отцы это значит житие святых 1173 биографии святые отцы это означает 300 томов фолиантов патрологии менее отцы это означает каноны а сколько чего не знает книга правил они это все попрали если он стал священником угнетаемым слова не может архиерею сказать он вышвырнет сразу потому что там деспотизм а здесь он козыряет от видишь ты не так думаешь как я мощи эти не жуешь иконы не не рисуешь там или еще что-то ну глупости безразмерно чем можно сказать только молишься скорбишь внезапная кончина и ничего за этим нет ничего прости и глаза выпущены язык вывалится горе одну вот в этой передачах хорошее было тут житие все как надо было и друг внезапно то есть на мне решили отыграться показать какие они патриоты но ложь то осталось ложью а вас я ничего не могу сказать кроме того чтобы безбожники настоящие хулите ли хулите ли может духа святого чтобы они увидели все хулят и одобряю тех кто хулит когда детский лагерь наш был бомбили тут распотребнадзор так они ликовали прям прыгали как бессинята какие с крестами священники это вера правду мусульмане никто не нападает а все благословляют и чтобы было хорошо а это нет это особое отродье вчера получил это один не пишет здравствуйте игнатий тихонович большое спасибо за книги посылку получил вчера дошла очень быстро на фото я и мой сын вот так но я скрыл их специально потому что не знаю человек как поведет вот он получил книги посмотрите на него что он получил сейчас надо посмотреть так вот полу и в руках держит к истинному православию там я книга я 40 лет потерял собирал все и новый завет трехтовник получил видишь как он рад благодарит бога не знали никогда только так он зашел и тут я поставил аппарат снимает и поэтому никак я не могу чтобы ну не и другой он поставил своего сына сынишка стоит какой этот взял значит все книги трехтомник 1 2 3 какое открытое лицо мальчишки все историк тот же самый видимо сам сфотографировал это такое у меня условие кто получает книги должен обязательно писать фотография потом они будут осенью выставлены в интернет еще тоже нет никакой тайны вот теперь посмотрим что у нас идет дальше настя дробот прогулка с детьми 9 мая восемнадцатого года непрестанно молитесь сергей павлович пупков вчера был там его ты обязательно все засними хотели на рыбалку с ребятишками он поехал но погода холодная была и ничего них не было там вот а записать все запиши спрашивает как настя живая не живая считали что три дня и она должна умереть она еще живет на прогулку выходит а рак в прошлом году вырезано было все у нее там желудок и вот когда нападает эти не если это скорбь до смерти когда приятели друг обращаются во врага вот этот виталий калиников там делают ролики и мое одно стихотворение взял счета там про меня он хочет сказать мое стихотворение до 9 куплетов у меня все одинаковые по 9 куплетов 3467 7 я их не называю стихами а проповеди стихах но тут что тот не ладится не как еще то перекрывает и так вот бы в сентябре зачат рожден в июне 10 по метрикам числа на эту дату кто-то сходу плюнет да лучше бы не было такого вот осла и мне тогда в году тридцать девятом незадуга до мировой войны пришлось на пакости троим дедям ребятам в чугун спроварить мыло не признав вины но если я в июне родился сколько там не было на печке там ползал видимо загороженный лежал кусок хозяйственного мыла бабушка то их мать у стене иван начинала рева а когда печки была я столкнул туда мыло ну на пену извел все это смеялись они потом вот здесь никак не соединяется куплет всегда хотелось рослым быть и сильным всем коммунистам отомстить за беды нахнынулись небес несчастье ливни и жизнь прожил среди отбросов вредных теперь за склоном отведенных лет смотрю на прошлое неприземленным зором меня охаживала из несчастье плеть гнала из от общего российского позора познавший истины евангельских сюжетов поверив искренне в спасение во христе что всех спасает кровь голговской жертвы и воскресение во след его страстей не сомневайтесь только дух святой влагал из детства память о кончине в жару гонений не засох росток корабль не опрокинулся в пучину врагов различные тучи нанесло ломала мачту и борта трещали из из рук не вышибло штурвал мой и весло чтобы не к пустой гробнице смог причалить но и друзьями бог не обделил и не ракушками облеплен корпус судна сестер и братьев кто для сердца мил свел на меня неимоверно чудно наш детский лагерь община и хутор со мной росли мужали и старели от бед ни разу не залег я в ступор рассыпал клёк от миролюбия трели 26 июня 2008 года это меня попросил виталий напишите пожалуйста цитату пролог к этому стиху что значит вредные отбросы о чем речь я говорю спрашиваю непонятно я отвечаю вредный отброс это безбожники разного калибра отребье земли пьянь варьё как говорит на буквой стране подзаборная матерщинники богохульники убийцы грабители и блудники мразь советские изверги вот с кем пришлось мне жить быть и тому веровать ее 30 глава 8 стих люди отвержены люди без имени отребье земли их-то сделался я ныне песни пищу разговоры они гнушаются мной удаляются от меня и не удержится плевать перед лицом моим так как он развязал повод мой поразил меня то они сбросили себя узду перед лицом моим у нас потеряевки был один уехал теперь я узду снял себя прямо по стихотворению даже не знал говорит а вы сидите тут не можете ему вроде врезать справа боку встает это исчадие сбивает меня с ног направляет гибельные свои пути ко мне а мою стезю испортили все успели сделать к моей погибели не имея помощника ну и говорю и дальше до конца этой главы с 31 стихом считайте прочитайте все притча 1.22 доколе невежды будете любить невежество доколе буйны будут услаждаться буйством доколе глупцы будут ненавидеть знания все это знать надо притча 1.7 начало мудрости страх господи глупцы только презирают мудрости наставления и риме 1.7 но господь сказал мне не говори я молод ибо ко всем кому пошлю тебя пойдешь и все что повелю тебе скажешь я говорю о времени ну когда я был маленький еще его все это не бойся их ибо я с тобою чтобы избавлять тебя сказал господь и простер господь руку свою коснулся уст моих и сказал мне господь вот я вложил слова моего ста твои смотри я поставил тебя в сей день над народами и царствами чтобы искоренять и разорять губить и разрушать созидать и насаждать вот какое место мне но очень нравится с какой целью и а почему просто я к себе это отношу к себе это ко мне было сказано в подобной же степени мне приходилось выступать обличительные письма писать в оон о масонах генеральным секретарям патриархам просто господь дал мне вложил это я за это страдал это у меня а мы то все и слезами и кровью эпиграфа можно взять и риме 616 так говорит господь остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросить о путях древних где путь добрый идите по нему и найдете покой душам вашим но не сказали не пойдем и поставил я стражей над вами сказав слушайте звук от трубы они сказали не будем слушать и так слушайте народа и знай собрание что с ними будет слушай земля вот я приведу на народ сей пагубу плод помыслов их ибо ни слов моих не слушали и закон мой отвергли со мной именно так и поступали почему я себе беру там метар тараби ждет говорит о малом человеке с севера я тоже беру к себе но сильно похоже и как павел говорит мне один пишет священник когда дойду от этого места сразу думаю о вас я более их потрудился второе коринфянам более был вознеможение более истечения народа и проще но ко мне прямо подходит ну сергий строгородский где говорит что господь сам выставляет кого ему надо не облещенных никакой властью просто своей предприимчивостью они выдвигаются на первый план и людям свидетельствует о боге я могу многое показать чего ни у кого нету и объяснение что нападает только одно зависть ну что они злобные таки это само по себе зависть даже день победы праздновали и в эти дни не удержались еще меня там материли со всех сторон а у них то ничего нет я сейчас посчитаю письма но матерки я не стал включать а убрал просто вот выходит на меня показывает ролик ролик ну ролик ролик вот тут такое есть вот роман малыш сменит игнатия лапкина может быть это он раньше написанного но ролик и к нему относится да благословит его господь олег кто-то проще ну а два терпилы паха это володя видимо называют да никита будут переданы в рабство роману михаил какой-то молодец так держать роман ты делаешь все правильно и ты настоящий воин христов роман ты достойна замена этому старому ты избранный сосуд божий и будущий поп гапон ты создашь свою церковь потеряевки и тебя ждет сан священника вот сколько восклицательных знаков где тебе никто восклицательный не указ и станешь служить по царскому чину без всяких масонских нн и паспортов ну что никому не служит не подчиняется то это так было 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 и окончилось тем что по этапу пошел домой отправили я бы не говорил об этом и мне это не нужно но вылазит вот михаил элеазар какой то мы все видим что ты настоящий монархист и анти глобалист мы верим в тебя и твою революционную победу у тебя великие таланты знания священного писания и ты знаешь библию не хуже раввина лапкина сбрось этот балласт со своего плеча и будешь в том селе сам восклицательные знаки то по ханам взымая каждый месяц десятины с пенсии старух ты еще молод и горяч так что давай в бой за место под солнцем в потеряевке и все будут у тебя под каблуком вот это в его на его ролике стоит всего посмотрел это как видеоканал у него есть ну он то видит же мерзость и пишет он убрал бы нет значит по сердцу это они то меня матерками матерят он не убирает это почему почему если на меня нападают там даже патриарха что-то где-то поносят поносят президента я сразу убираю и блокирую а здесь нет они у него ну потому что свои свой свояка видит издалека и говорит ворон ворона у глаз не выклюет вот такое это вчера это победу такую они держали день победы но держал он победу этот роман ваш нет конечно почему он пошел вопреки закона вопреки слово божие вопреки устава все данного правила нарушил как до созидания правил это он никому не подчиняясь и ролики записаны да благосовет его господь романа может быть сегодня маленько по другому будет маленько одумался потому что пошел против власти никому не подчиняется а власть ну власть есть власть что она его арестовала да и выслала пошел по этапу добровольно не хотел еще и власти пытался сопротивляться но не хорошо это сказали явиться я не приду ну приехали с гребли да и все тут он был посещал его да благословит его господь все время молюсь с первого дня чтобы духа лжи которая полностью обладает им господь избавил его от плоскоземелья этого от всех этих славиков но от всего что не славит бога дальше Кайрат пишет роман сатана ну не сатана может быть и человек хотя сатаной бог назвал и Петра Александр Петров сменит сменит а после дождя в четверг не сравнивайте роман не стоит мизинца Игнатия Лапкина скорее весь мир поверит в плоскую землю вот разные отзывы то рама сборище кривотолков у романа похоже обострение шизофрении фанатизм это когда потеряв цель удваивает средства Алексей бред лапкин сила Андрей Иванов автор канала хочет пропиариться на чужих костях яша сам роман должен заменить лапкина мы за него Екатерина Сверидова только идиоты за власть воюют автор ты такой же тупой осел как и роман Николай Иванов вы ему шины везите ну матерки пошли тут треп разводить слава Украине может быть слава в бесславии слава месяц май ой сколько упора три буквы пишет кто-то еще один пишет не знаешь как и просчитать ну как просчитать то согласных пять букв не просчитать на еще три восемь сборище фриков не знаю еще немногократно Иван Стригин не знаю в кого вы верите но что вы курите наверняка многим интересно Алекс ну это те которые здесь пишут Никитин кстати пусть отец в кавычках роман создат что-то подобное хотя бы попробует общину создать как Игнатий Тихонович а роман стоит разрушитель создавать не в силах вот такие отзывы были ну и правда в Алтае только на Алтае больше четырехсот порушенных сел берите людей людей таких которые все будут верить в плоскую землю славика почитать и прочее патриархию будут клеймить что вся она эритическая с патриархом что Путин и вся власть антихристова ну делайте как надо зачем же к нам то ты же разрушаешь все ничего не сделают нету Алекс Никитин а потом что он есть ваш роман вопрос что он сделал еще больше Игнатий Тихонович создал эту общину сколько лет он ее создавал и защищал восклицательное извините у романа две жены было и в итоге один остался он не сумел даже семьи свои сохранить отец роман в кавычках не смешите кстати дон щелли писал в понедельник выдвигается потеряю ну выдвинулся или задвинулся клоуны Алекс Никитин новый канал отец роман что-то восклицательные какие насмешили на общину акулы и посильнее нападали да и где они их то многих уже нет а община все там же восклицательное так и будет что-то восклицательное а через год про романа все будут только вспоминать что был такой-то да сгинул куда-то ну здесь потерявки то вряд ли ему придется земля не не оформлено гражданства не было землю эту занимают другие оформляют скажут я здесь ну закон у человека будет летом землю эту передадут другому что там у него вещи какие так он их продавать будет а контейнер этот его трактором отвезут в сторонку и все все сохранится никуда не денется это его поэтому если продавать будет за очень то может кто-то купит алекс никитин дно или дон все твои потуги видны ты хочешь внести раскол в общину но у тебя и у романа кишка тонка и про бизнес ковычка хлопкина и про взятие и глушкова ты специально так открыто говоришь картишка открыто думаешь заразить побольше людей своей скверной умоетесь вместе с романом то так а что же ты не ответил мне по существу вопроса выдвинулся в понедельник потеряевку или этот фрик такого типа и в поддержку романа детский сад да и роман оказался недалекого ума расповелся на побосенке упырей плоскоземельцев да на твои мечтайте дальше ну роману я не знаю сколько так как вроде 5 лет сказано не появляться в России тут места не будет свободное нынче весной кто будет приезжать первым делом эту землю переоформляет она хорошая здесь роману благодарения да благословит его господь что-то поля спилил тут вряд ли кто бы сделал он мастер работник ну сатана мозги скрутил полностью никому не подчинять ну никому так значит и никому там разбирайся в Украине Дон Щен Ли ты хоть сам то понял что написал Дон Щен Ли Щел Ли Алексей Никитин я в отличие от тебя понимаю что пишу а ты только словоблудишь не пиши свои комменты больше не позорься Дон Щен Ли это ты позоришься с Лапкиным но кто он Дон Щен Ли такой кто он такой китайец какой-то или дружок кому-то Никитин ты даже обосновать свои высказывания это не можешь без дон Щен Ли сектант отстань грязь у них слово ругательное сектант и оно занесено системой в матершинные слова в кучу все время что бы там ни было какое-то интервью даю или там обедаем я только сектант одно слово а остальные 5-6 слов только матершинные ни к селу ни гор ну там они заряжают она выставляет и выставляет каждый день новое он делает я не знаю как они они заблокированы Никитин да я и не приставал к тебе пристану что-то херово будет тебе шкалота бестолковая я бы рад был быть в общине то чем с вашими романами плоскоземельщиками вот какой-то ролик один такой вчера на меня напускают они я все это рассматриваю и думаю ну зачем ну человек получил книги он радостный я еще раз хочу показать посмотрите с бородкой мы совсем не знакомы вот я уже опасаюсь что узнает фамилию его эти бесогоны то они нападают и начинают ну и уже ничего не сделаешь книги в руках а книги скажут больше чем вы а вы что-то можете сказать потом солгать только ложь собирает и все а мы не принадлежим никому никому он за нас решает а вот там такое-то сказал ну левич или кто-то ну какое отношение он ко мне имеет он обо мне заботится да нет конечно посмотрите как они себя ведут кто они такие как их степаненко назвал максим щенки на кого вы лаете говорит щенки другого слова и нету вот ну вот вы вышли вчера некоторые материалы хочется тоже показать их потому что вы можно утром было убрать Игнатия сменит а роман вот это я взял так посмотрите вот оно какой ролик поверьте ну сменить это видите так вот это что то я не все оказывается сказал то ну может быть это и все щенли не знаю я тогда все это разные названия какой то рядом может живет так ну и насмехается над ним он на полную серьез серьезность написали вот исповедь для детей приготовление детей к исповеди вот но я не буду засчитывать уже считал сами посмотрите для своих детей это примените как будто вы отец мать исповедуете и так неплохая исповедь я посмотрел знает о чем говорит с детьми а ко мне священники обращаются ну вот на исповеди что исповедовать и просили меня написать я им писал они принимали при том из разных мест эти священники просили я им ну чтобы не на сейчас исповедь то была главное это вопрос и главный из вопросов как он верит и считает ли слово божие и благовествует и проповедует ли это самое главное если духовное рождение а поп сам то мертвый и вот здесь пожалуйста не мучает ли животных вот видите как ну не забывайте что в день причастия с утра ничего нельзя есть и пить это для детей ну можно еще тут не пользовался наркотиками не вдыхал разные бензопрены тут тоже подойдет а не рано не играл ли в компьютерные игры это очень важно я не знаю даже здесь вот это такой материал я его даю сейчас вот роман где-то есть теперь я могу это в определенное место это ворс октября нет наверное исповедь то я туда толкну исповедь детей вот символ веры один написал вот что надо этот символ веры выправить я также буду показывать и просматривать а вы считаете здесь затормозите прочитайте я один так это видите что где откуда взято что выбросили слово истинного и правильно пишет при том правильно теперь равно спасительное все это не надо было это протопопов вакуум подтверждает а сейчас алфеев иларион служит шапка старообрядческая надета это там игумен на берсеневке около храма христа спасителя он по старообрядческе служит но и не единоверческая никакое прямо патриархийное теперь равно спасительное тысячи тысячи людей погубили а миллионы может вас столкнули а теперь тут и революция пришла если бы все это были старые обрядцы революции бы не было это определенно уже это всем понятно такую вольность дали петр там что делал кто за границу ездил учился бритых не было а это все католические вот здесь посчитайте хорошо написано первый рим начал второй продолжил третью риму поручено завершить четвертому не быть вот это москва рим и вот где говорится в откровении семнадцатого семнадцатая глава что он будет повержен рим сгорит в одно счастье это как раз конечно в москве ни о ком другом вариант что духа святого господа истинного истинного выкинули расхождение между православием и никоньянством это безумие закреплено братской кровью абсолютно неправильно безумие было безумие вчера молились так а сегодня так а у нас мы считаем духа святого господа истинного и приезжает митрополит сейчас все мы официально взяли разрешение ну утверждение мы без их разрешения это считали тут вселенские соборы взяты это очень важно сознанием написана статья посмотрите затормозите символ веры считается неправильной сегодня у нас считается правильно в духа святого господа истина все остальное так же вот как собор какой вселенский видно что сознанием дело написано то виктор бужинский помрачение что-то какое-то 1912 вот он отвечает им и ну что сказать здорово вот это что у нас символ веры я его в вор тут отношу ну и дальше считаем что еще у нас было за вчерашний день Андрей Александров он меня спрашивает вот книги почему там раскрасили и то другое и вот он теперь я показал ролик специально выставил раз он вопрос задал про трехтомник наш толкование блаженного феферлакта но новые заветы там комментарии мои он пишет увидел благодарю за потраченное на меня время и за видео ответ наверное вопрос с моей стороны нужно как-то объяснить собственно зачем задавал такой вопрос если вкратце то намерение было только одно чтобы вы учли ошибки что теперь издавать я больше не буду учитывать нечего что которые допустили во втором издании и третье издание было лучше предыдущего второго а первым не могу ничего сказать не видел ну а там черно-белые были сто четыре кажется иллюстрации гестава даре а в этом раскрашенных двести тридцать вот не видел а во втором вы явно перестарались с оформлением просто пример одной из ошибок закладки первый том желтая второй том бирюзовая третий том красная ну не я эти делаю там какие закладки сделаны называется вьюнок что-то похожее желтая белая это очень близко поэтому это белая у нас возможности не было а не то чтобы мы не взяли их не было просто второй том бирюзовая какая есть похожая на синюю бирюзовая даже не знаю как назвать вот а третий том красная то есть я очень уважаю российский флаг считаю его божественным единственным за всю мировую историю где он развивается это жизнь и смерть все на одном изображенный страшный суд рождается в крови борьба жизнь второе думать о небе надо о небесном а не о земном и третье третий белый престол вот так с оформлением нет не перестарались не перестарались а то что другого не было ну найдите еще тогда где чтобы три книги были разные тем более у меня книги вот тридцать восемь томов тридцать томов открытым оком и все разного цвета там одна немножко похожая есть с крапинкой вот все разные по цвету легко находить одинаковый содержит объем книги все и открытым оком представьте тридцать томов и все разного цвета и корешок разный где-то так и потом пишет две из трех явно не того цвета если подзумевается в плаке российской федерации ну не того другого нет таких неточностей много ну а каких именно других то мне надо знать немного немного то есть о содержании еще бы держали годами сейчас уже лет семь только в киево-пещерской лавре на исследование пятнадцать лет разные сценаристские отделы это новокузнецкая кемеровская епархия новосибирская там еще кто которые берут на арсенаны киево-пещерская лавра и ничего не найдут за пятнадцать лет можно было что-то найти подразумевается да таких неточностей много ну много мне показать надо я их не вижу что много это лишь детали но из таких деталей складывается целое это корочки корочки так опять подчеркну касается все только оформление ну а только оформление она могла быть без оформления как все любого земляного цвета благодарю за внимание что они безразличны екатерина тинникова роман возможно но в этом письме не это главное там что-то она писали а в том что он указывает современным христианам на иное противостояние насилию войне и оружию ганди там он говорит это пост молитва и безмолвие она говорит это роману фроликову мир вам елена одна пишет не знаю настоящее время я не живу в бакане и поэтому не имея общения с отцом геннадием ну вот просили подсказать евгения тарапко вопрос к гнатию тихоновичу как нам верующим христианам православным относиться к празднику победы над фашизмом 9 мая многие православные празднуют поют военные песни родине усердно друг друга поздравляют пересылают поздравительные открытки в интернете как нам быть участвовать нам в поздравлениях или же отстраниться я пишу вот православный вариант день победы на слова Игнатия Лапкина это из интернета взял канал во свете библии открытым оком и вот оно где вот пожалуйста может быть кому то не видно я не знаю я могу сделать чуть чуть побольше не знаю не знаю могу ли сделать еще ну вот получилось побольше я написал стихотворение день победы людям мира даже не вдомек левый иудина колено в гроб возлег день победы ни народы всей земли ни ангелы его нам принесли этот день победы Иисус принес разгромив врага воскрес Христос и младенец да припева чтоб возрос Христос воскрес Христос воскрес Христос воистину воскрес свет спасения долгожданный наконец даровал нам на Голгофе страшный крест все пророки провещали нам о нем солнце гасит там не вечером а днем пост с молитвой неустанной столько лет выводили на Христа кровавый след воскресенье день воскресни даже прах Иисус наш милосерд как и вчера и припев после каждого куплета только дал бы Бог раскаяться тот час никогда его ничем не огорчать дух святой на благовестие подвиг пасховечная а жизнь лишь только миг 15 марта 2006 года на мотив день победы как он был вот поется на тот же самый мотив Рустик мир вам Игнатий Тихонович был сегодня в соборе проповедовал одной женщине которая работает там уборщицей довел женщину до слез своими проповедями она записала ваше фамилии имя отчество потом будет выходить на ваши ролики изучать православие у меня появляется поползновение к созданию с ней малой группы по изучению Библии это будет залогом к созданию общины слава Христу ну вот видишь как вот я вчера на меня скидывают разные на наши ролики комментарии там ругательные ну я беру и решил два показать вот на этом ругательных не было ругательные но только не меня с кем я имею вот называется это расчет за работу бульдозериста Роспотребнадзоре о их мстительности и злопомнению 9 августа 2016 года и вот ролик внизу голубой или название по-русски зарядите в ютубе и сразу выскочит ну 455 337 просмотров 914 плюс и 364 минус это канал в Осетии Библии открытым оком опубликован на 17 августа 2016 года я расчет даю деньги вот пишет тоже прочитаем якоб да что это все чужие деньги считают то умничают дорого разули ободрали он должен нет он должен откуда такие деньжищи оставьте их в покое у них все по договору все довольны то есть он берет разные места якоб которые люди ставят и все умничают дорого разули вот вот пишет один нецензурная лексика тоже видишь биг-бой да у лысого жопа больше чем плечи по ходу это или подружка или для поддержки штанов против деда нецензурная лексика выделяется бой-бой биг-биг-бой михаил марами одет красавчик все у него схвачено сразу видно советской страны закалка и говорит грамотно здоровья тебе дедуля а лысый не очень хороший человек нормальный лысый устал просто это другой говорит валерий соломатин приятно посмотреть смотреть какое общение бог дает вам хороших людей молимся за вас душан б дай аллах ему здоровья очень приятно таких люди общаться советское время вспомнил интересно которые эти нападают когда все остальные а среди них много стало появляться мусульман все уважительно относятся вы старше нас и проще ругательно с матерками ни одного повторяй ни одного а просмотров у нас 19 миллионов на 19 миллионов ни одного ясно видно что они лучше православных мусульмане о чем говорит отец димитрий смирнов другие будут тут жить мерзость они пишут чтобы не было все так следующий флинн бульдозеристу три тысячи перепало а остальное холеному и лысому на сдачу Сергей умница приятно слушать грамотную образную речь настоящего русского человека здоровья ему Сергей это Зинаида Митрофанова на самом деле приятно смотреть на такое общение долгие вам лета Кеша вот блин а я то думал старик идет за зарплатой а тут все наоборот то есть я пришел и знал что приедут позвонили пошли на малину оттуда идем и сигнал что мы приехали я пошел сразу взял деньги и вот как то я ему отсчитываю вот пять тысяч десять двадцать тридцать там сорок пятьдесят там еще сверху и вот где такие деньжища здравствуйте уважаемый ну Душанбе кто там мусульмане он пишет я вас очень люблю я мусульманин когда я смотрю на вас за ваше уважение друг друга дай Аллах вам здоровья счастья Володя спасибо большое очень истинный человек вот пожалуйста как раз он и зашел сюда благодарю тебя кто ты там как тебя звать Зушанбе а вот это непонятно одни цифры не стыдно брать с этих людей у них и так с едой напряг ну как напряг у нас все есть кто-то работает а кто-то деньги берет еще какой хороший дедушка самобытный вот совсем я не согласен что когда называют дедушка я не дедушка еще рано мне быть мне всего только вот через месяц ровно через месяц будет семьдесят девять как-то дедушка дедушка сидит там ничего не делает а у меня с утра до вечера занятость так пишет Игорь поехал туда и сказал уже нету утащили уже утащили ну люди стараются дальше с чувством юмора все в порядке Магомед Запир Мамаев у лысого жидоморда Дмитрий Евгений то есть один работает другой деньги получает или как Боря Саитов только почему нет самого бульдозериста почему он сам не получает расчет не знаю сказано так кто нанимал и все бульдозеристу они значит дают а до этого бульдозеристу отдавал деньги чтобы он отдал ну вот поняли что не так Андрей Строг как приятно когда люди ответственные Виталий Завченко у меня два вопроса откуда в деревню такие дежищи то а и разве расчет должен быть не наоборот этому деду так полторы тысячи рублей в час не многовато ли да еще и для глубинки Саит не стыдно тебе жмот у нас на три части делят одна треть хозяину техники одна треть техники и так и не понял хозяину техники это куда и одна треть рабочему это в Чечне мага без мата главное дальше раз мужик Игнатий молодец Роман это похоже на батюшку или просто верующий человек материться грех вот отсюда и культурная речь Миша Литвинов хорошо что есть еще такие деды конкретный пример молодежи здоровье ему от души от Елченко дед красавчик точно дальше сюртуху деда советский походу приехали парни на Тойоте и разули деда еще Спартак мужик сказал мужик сделал остались еще мужики на Руси Дмитрий у меня команд 155 бульдозер 42 тонн работает за 1800 а он жмот сыну ломит заявенских людей это три шкуры дерет мог за солярку да за трал взять еще соляркой не обеспечиваешь людей а вам дедушка крепкого сибирского здоровья на соляр то они свой привозят Катя жуть дорог дорог нет а эти они хотят порядок навести в других странах Европы наблюдатель отличный работодатель таких бы больше в Казахстан Александр четкий дед Виталий это смотрится как фантастика фантастический мини сериал разве такое еще бывает а посмотри как мы рассчитываемся и как расстаемся Олег Хадза в прудок рыбки пустят вот и еда и заработок на общак скотинкой обзаведутся тоже прибыль при грамотном построении у них жизнь в рай превратится молодцы и вот не скотинка а ско такие слова чтобы подумали что он неграмотный прячется скрывается такое в житиях есть Максим Иванов по привычке ждешь что должен быть скандал или драка залил до пяти минут просто слушая их диалог залип 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 деду здоровья то есть он думал так балдин Олег этот дед отсидел за веру шесть лет больше двадцати лет восстанавливает свою родную деревню на Алтае потеряевку дуга дай бог здоровья вам справедлив человек старообрядь господи уж больно голова ясная Александр Чеченский без мата разговаривает а лысый с бабла взгляд не сводил Вадим дедов президенты дальше Кирилл Ков работал один а деньги считает втроем во как киллер а боль дозери сто тысяча пятьсот рублей за сорок два часа Интерстром дед крестит по старым это староверы молодцы еще гляди шире овщинка стоит выделки майните и зарабатывайте построить свою ферму непонятно канат как будто старый русский фильм посмотрел алекс земляк а что там бульдозер у вас сделал то я понял что пруды заглублял и вал береговой наращивал дед приятный не ради наживы говорит здоровья бог с вами приятно посмотреть на такие честные гешефты олег служил в мамонцевском районе это что за деревня что они там делают блин а я думал наоборот я так понимаю деньги деду заплатили заказчики а он уже коммерсом или техника коммерсов в аренду интересно что чувствовать эти двое при общении со старцем так община староверов похоже ребята это где на алтае правильный дедуля так и надо человечище аслан жевраилов дима тот ну и дороги у вас димитрий дима тот так бульдозер дороги делал зато и платят андрей михно я так понимаю дела в алтайском крае происходит мамонский район это и лаптевка недалеко это потеряевку лаптевкой назвал такие люди должны руководить российской федерации привет вам с украины абдулла виктор в белгороде бульдозерис пострелял работодателей детонатор мне бы туда жить александр глотков оператор грамотно не показывает номер кружкам почему не знаю хозяин хозяин побольше таких хозяйских то и на депутатов на иномарках а алаш по этим дорогам только бульдозеры проедет александр александров русским не знакомо слово дорога вместо дороги они укладывают грязь айвар какие люди хорошие как в советские времена с удовольствием посмотрел на вас вот видите как это вообще что-то у меня сейчас я гляну да это посмотрел что такое ну а то что такое ну и дальше надо смотреть дальше все следующее сделать посмотреть о чем дальше у нас речь идет а что то я уже и нету куда то делась события события дня закрылись ну вот сейчас мы продолжим день победы это поется расчет за бульдозер бульдозер а вот она как раз расчет за бульдозер это мы прошли вытащили ну вот так так у нас получилось книга трехтомник нового завета с комментариями я выбрал комментарии одни целыми днями занимаюсь глаз заболел устал наверное и три тома и только одни комментарии выбрал на какие места и вот уже сейчас буду давать статистику а статистика атака такая вот 1600 такой-то 404 страницы как бы какие именно сколько номеров вот которые апокалипсис с толкованием это 8000 859 тысяч 859 тысяч это что-то много это что-то буквы сколько посмотрел опросы которые из библии взяты откровения 39 тысяч пятьсот десять ну и тут я потом выясню подробно показать сколько во сколько раз больше толкования текста на везде адзистама даре вот такое дело теги теги сказали напас я никогда не ставил я теперь покажу какие я теги теги это на что будут выходить где-то кажется 50 слов вставил туда больше не пропускает ну не знала рождение свыше водитель за духом она система будет искать истинное крещение вот такое метали беседку беседу просто показал какая она есть ну и показать наши ресурсы это вот мой мир очень люблю ее прекрасно у нас православный форум 1600 тем а там двадцать одна тысяча на моем мире фотографии девять тысяч роликов а это вот православный видеоканал вот он как выглядит вот видно 19278 подписчиков и просетров 19 миллионов 39 554 ну почти один на тысячу больше и вот сегодня я опять поставил вот сколько пять десять двенадцать двенадцать роликов если считать в father's то тринадцать посещения то малое но все равно есть семьдесят пять и прочее но сегодня выставлено а вчерашино то резко меняется картина приходит больше ну вот это наш православный библейский сайт очень богатый а вот все смотрел сегодня праздничный день победы праздничный канал ходит сколько путин здоровается за руку сколько людей надо ему надо вести себя но рядом охранники что-то много говорят о натаньяху израильский премьер-министр и сербский ну александр там что-то в россии просить будут обязательно но россия и все они вместе ходят с ним приближенные а другие это были тоже подезавидуют что те так продвинулись и путин я гляжу на него мы только молимся и днем и ночью чтобы не было покушения на него он для многих не угоден да благословит его господь ну и вот если посмотреть дальше то практически все на этот раз слава богу за все